Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы продолжаем Long Dark и в этой серии я просто вот, понимаешь, решил целеустремлённо двигаться только вперёд, не оглядываться на волков, ну хотя как же ж на этих собак-то не оглядываться, когда они, сука, вечно идут по пятам. Аж два, смотри, идёт. Аж два. Ну это просто вообще, это пиздец, всё. Их аж два, прикинь. А если я на бревно вот так забегу, чё будет? Ёп. Да он всё равно меня достанет, сука. Понимаешь, меня всё равно собака достанет. Так, я его прогнал. Хорошо, одного прогнал. Так второй сейчас придёт. Сейчас, блядь, второй придёт и всё, пиздец. Он мне шапку похерил, прикинь, он мне шапку разрушил. А чё я теперь буду носить? Думаю, этот вопрос сейчас будет снят, потому что нас второй волк добьёт. Не, ребята, давайте, наверное, просто... Я не знаю, что тут делать. Они мне не дают нормально, спокойно пройти этот уровень. Вообще с этой локации выбраться не дают. Давай быстро сюда. А где? Тут же дверь была, нет? А, дверь там дальше. Бляха, муха, я забыл. Я забыл, что там дверь дальше. А прикинь, сейчас нам там на перерез ещё один волчар выбежит. Я такого дела не хочу. Давай... Не, полюбасу, надо поспать здесь. Зайди нахуй. Блин, шапку он мне шапку похерил, мудак. Он мне шапку реально похерил. У меня хоть есть какая-нибудь шапка, хоть какая-нибудь пидорка там, я не знаю. Ну, хоть что-нибудь, чтобы можно было носить, чтобы голова не мёрзла просто. А, подожди, это у меня целая. У меня была ещё одна. У меня две шапки было прикидно на голове. Понятно, тогда всё. Тогда всё понятно. В принципе, с одной я ещё как-то проживу. Ну, у меня больше шапок нет. Он мне реально её разрушил. Ммм, что же мне делать-то, а? Можно, конечно, тут сохраниться. Мы уже дошли досюда. Спать он просто ещё наполовину хочет. Я, может быть, я как-то ещё доберусь? Нет? Может, я ещё как-то доберусь до этого лесника? Ну, просто у меня будет ружьё. Если чё, я буду отстреливаться. Вылих лодыжки. Надо принять антибиотиков, походу. Или выпить чай из, походу, шиповника. Но я чай пока делать не буду. Лучше приму антибиотики. Где у меня они? Так это не оно. А, вот такое нам надо. Это обезболивающее. Я, прикинь, у меня просто нога болит. С ней всё нормально, но она болит. Она просто болит, прикинь. Всё, она уже не болит. Давай и просто сохранимся здесь. С другой стороны, хрен его знает. Пока я дойду. А идёт он пока медленно, в принципе. Так что я не знаю. Может, нам всё-таки выспаться здесь? Чтоб здоровья было больше. Или психанём и пойдём вот так. Ну, я просто... Я рисковый парень, на самом деле. Давайте психанём, слышь. Давайте. Ну, так, греш, так интереснее будет играть, если мы психанём. А чё ты так медленно идёшь? Ты же вроде так нормально шёл. О! Можешь когда на тебя покричать. Давайте серьёзно психанём. Ну, потому что неинтересно будет. Ну, если мы там выспимся, всё будет хорошо. Никто же из вас не будет волноваться за то, что нам будет скоро пизда, когда волки будут идти по нашим стопо... Он прям бежит за мной, слышь. Он прям за мной бежит. У меня будет полная шкала здоровья. И вы такие скажете, ну, пускай на вас хоть сто волков напрыгивает. Всё будет хорошо. Ты сто пудов выживешь. А так у меня, смотри, писюлька одна осталась. И сейчас... Каждая атака волка может оказаться смертельной. Каждая, прикинь. Каждая. Это совсем нехорошо. Это просто вот вообще, я тебе отвечаю. Там за нами столько волков идёт. И зелёные, и, блядь, и коричневые. Там разные идут. Это мне чё-то нихера не нравится. Ну, тут нас уже, в принципе, в этой локации ни черта больше не держат. Тут тайник я нашёл. Я забрал отсюда два ружья. Ну, одно, точнее, у меня было. Просто я его починил. Второе я забрал. И вот как бы с ним сейчас иду. Эта локация больше полезного ничего предложить не может. Поэтому я так думаю, что возвращаться в неё не имеет смысла. Мы тут всё, что могли, мы посмотрели. Что, что могли, мы тут взяли. Теперь самое главное, домой дойти. Там сейчас начнутся эти, как там, безлюдные или какие-то там опустошённые топи. Я уже и забыл, как они там назывались. Одинокие, по-моему, топи. И там есть хижина какого-то мудака. Вот, кстати, в этой хижине, может быть, и можно храпануть. Если, конечно, мы до неё доберёмся. Потому что там очень тонкий лёд. Очень опасно на него становиться. И это всё чревато тем, что я просто вот раз провалюсь. И всё, и вот эта писюлька, она уже... Она уже не будет писюлькой. Она будет просто пустой шкалой здоровья. Нам это тоже не нравится, естественно. Так, а как тут пройти-то? Я уже забыл. Тут железная дорога, подожди. Там, по-моему, был тупик. А мы туда вообще ходили, нет? Ну, туда, мне кажется, смысл... Я вот здесь сейчас нахожусь. Туда смысла идти нет, потому что там ничего не показано на карте. Думаю, что нет. Идём просто по железной дороге, доходим до оползня. И потом, получается, обходим его как бы вот так. Как там надо будет? По бревну, что ли, идти? Я что-то такое припоминаю. Ну, короче, просто сейчас пока идём по дороге. Вот сюда. И следим за тем, чтобы эти собаки дикие нас не атаковали. Если хоть один волк реально замечаете его, сразу кричите, что... Целься, блядь, вон он бежит, собака вон там, он прям перед тобой. Целься, Морган, и стреляй. И я сразу услышу, конечно же, вас. Я даже не читаю, пойму, что вы мне подсказываете. Я вот так вот просто прицелюсь нахуй и долбану по нему. Вон, видишь, олень уже испугался. А волки, они тем более испугались. Блядь, только что, они могут к безоружному подкрадываться. Если вот ты атаку на них реально оружие наведёшь, они реально поймут, что тут грозный пацан к ним идёт. И всё, они подожмут яйца. У них яйца втянутся в этот, в пупок. И они убегут. Ну, это, конечно, мы так все успокаиваем, расслабляем, чтобы нам тут было не страшно идти, потому что у нас, я напоминаю, одна писюлька, вон, видите, он в нижнем углу экрана, одна писюлька здоровья. Это совсем, это, ну, это просто капец. Блядь, а чё ты, олень, бегаешь тут, а, слышь? Такой борзый. Я бы тебе, конечно, подстрелил бы и забрал бы твоё мясо, но, знаешь, у меня пока и так еле иду. Блядь, а, слышь, а, может, он от кого-то убегает? Может, тут его кто-то согнал? Тут надо реально... Тут надо реально идти и прислушиваться. Я тебе просто отвечаю, потому что, если мы хоть немного провороним, хоть немного чё-то не услышим... Волк, ему достаточно только распрыгнуть, понимаешь, и всё. Мы пропали сразу. Тут погода радует, погода вообще, смотри, мне тепло. У меня нет одной шапки, одна есть, а второй уже нет. Порвал волк. Ну, мне тепло. Блядь, не надо было останавливаться, теперь медленно иду. Зачем ты остановился, спрашиваю тебя? Ну, вот надо было тебе... Давай с горки так сойди, и ты быстрее пойдёшь, нет? О, я же тебе говорил, вот вся система в том, чтобы сходить с горки. И ты тогда начинаешь быстрее передвигаться. Так, подожди, а тут не оползем, нет? Я забыл, как я шёл, прикинь. Я сейчас буду тут ещё петлять, хоть знает сколько. А, нет, подожди, там, по-моему, можно пройти. А чего ты смотри, за бревно ещё какое-то лежит. Может, тут как-то тоже можно по нему ходить, нет? Бляха, не останавливайся, чувак. Не надо вот этого только останавливаться здесь, слышь. Просто иди вперёд, мать твою, за нами. Потому что хоть раз ты, блядь, остановись и всё. Ты пропал. Тут не вариант. Остановись уже, когда будешь дома. Или когда на одинокие топы придём и поселимся в этой хижине, чтобы хоть поспать ночь. Потому что мне кажется, скоро уже... Ай, блядь, скоро рассвет. Зачем остановился ты опять? Потому что клавишу Space нажал, чтобы, блядь, этот грёбаный рассвет проверить. И теперь всё. И теперь опять я встал. А теперь будет долго он идти. А вот там, скорее всего, оползень. И мне надо обходить вот той стороной. Нет, разве нет? Блядь, и метель ещё пошла. Ну, охуеть теперь. Давай как-нибудь, слышь. О, хорош. Двигай. А, нет, это ещё не обход. Это ещё, это ещё просто там... Ничего там нет. Это ещё пока всё нормально. Я помню, что там вот за оползнем, там где речушка была, и мы там обход делали в первый раз, когда сюда шли, там волк ходил, мы его ещё наебали жёстко. Он сейчас, наверное, злой, он его бомбит, подгорает за то, что мы его так вокруг пальца обвели. Мне кажется, он сейчас хочет прям нам отомстить за это. Он сейчас там просто карту открыл, карту своих планов. Там пункт 1. Например, напасть и откусить ему яйца. Там пункт 2. Изнасиловать его труп. Пункт 3. Там обглодать его кости. Выгрызть и высосать ему костный мозг. Пункт 4. Съесть его, блять, оружие. Ну, короче, у него там много пунктов вместе. Пункт 5. Взять как трофей его шапку, пидорку надеть на голову и ходить с ней как дебил. Ну, тоже как бы один из его пунктов. Так, вот это оползень. А там дальше, походу, вот сюда вот обходняк нас вёл. Теперь же сколько ещё обходить его, это ж капец. Это очень долго, но, в принципе, если вот так вот не сбавлять темпа и не останавливаться, то мы скоро это сделаем. Как не останавливаться, когда там волк ходит? Он реально, блять, заставит нас остановиться и прицелиться сто пудов. А там, если его грохну, в принципе, можно где-нибудь костёр распалить и немножко мяса поесть. Всякое, чтобы голоду утолить немного. Ну, и погреться, потому что сейчас чувствую метель там нормально нам наприсыпает тут. Задница вся инеем покроется. Через труханы реально ощущаю, как уже иней. Так, половинки трутся одна об одну, когда иду, и там холод ощущается такой, знаешь. Корка снежная падает. Так, вот тут, вот тут вообще надо быть на чеку сейчас. Тут надо даже не пиздеть, я думаю. Тут надо просто идти. И смотреть в оба, и прислушиваться, потому что... Только собака заводит, надо сразу целиться. Прям вообще просто аккуратно. Надо помнить, короче, что мы... Это уже не жертва. У нас теперь дохера опасное ружьё, и мы сейчас дохера опасные охотники. Поэтому волки все должны нас бояться. Не мы их, а они нас. Им пизда будет, если я приду. Так. Тут, походу, всё, тут обрыв. А как я ходил, слышь? А как я ходил? А, тут, походу, где-то должно быть бревно. Надо, походу, подняться куда-то сюда и осмотреться. Или вот это вот оно, нет? Во, во, походу, оно. Теперь переходим на ту сторону аккуратно. Смотрим, что творится внизу. Вроде пока нет. Потому что как-то и тихо, и в то же время... Хрен его знает. Вроде никого. Да, не останавливайся. Чувак, слышь. А как? О, нормально. А вон он, скотина, смотри, ходит. Куда он пошел? Он сейчас вот так будет обходить. А я, если быстренько поспешу, могу опять его взъебать. Смотри. А, так это спрыгивает... Не, подожди, тут опасно. Ладно. Да я ж выстрелил в тебя, сука! Я ж вы... Нет, ты видел? Я выстрелил в него, бля. Какого хрена вообще? Я не понимаю. Че за фигня? Че за баги? Я не... У меня автосохранение есть. Ху-ху-ху-ху-ху. Твою мать. А я уж думал, все. Я думал, прострали. У меня реально автосохранение было за две минуты до этого пиздеца, который с нами случился. Поэтому, ребята, сейчас все будет. Сейчас нормально. Мы затащимся. Сейчас все хорошо. Только, бляха, я не понял, почему я в него выстрелил, а он на меня и накинулся. Я жму... Или я ему просто, может, куда-нибудь в ногу попал, или куда-нибудь еще хрен его знает. Но я в голову целился, серьезно. Вот это они вообще живучие здесь. Вообще я просто не понимаю, как с ними драться здесь. Как бороться? Как тут эту локацию пройти? Он один там сраный дрищ какой-то бегает, и я не могу его прищучить. Это как так? Я же, блядь, охотник. Так. Вот тут у нас, по-моему, где-то... Или не тут уже? Я что-то забыл опять. Память девичья просто. Бляха, подожди. Так не тут. Или тут. Или... Нет, это тут. Только подожди. Надо чуть дальше туда пройти. А тут никак нельзя спрыгнуть. Нет, нельзя. Это лучше не делать. Опять медленно иду. Вот что за жесть, а? Вот это факт, мазефак. Давай быстрее иди. Ну твою ж-то мать. Вон там переход, по-моему, находится. Ты волчаром, блядь, а? Да что ты сюда подняться, что ли, не можешь? Я не понял. Не может. Капец. Он даже прыгать не в состоянии. Что это за игра такая, где прыгать нельзя? Алло. Тут же реально тупо, блядь, даже такой дричь, как он, может реально забраться на эту возвышенность, запрыгнув на нее. Ну нет. Не предусмотрено. Когда нажимаешь Space, тебе открываются просто твои все болячки и, короче, холода, аппетит и все такое. И твой сон. Или это так называют? Бляха, да забирайся, твою... Ёб твою мать. Какой же ты дричь просто. Я не знаю, уже должен был, наоборот, приспособиться к выживанию в этих диких условиях. Но он ни хера не приспособился. Твою мать, да какого, ну твою... Его ж там не было, откуда он там взялся-то, ну? Твою ж-то мать. Нам, короче, за эту серию, ребят, надо как-то подобраться к этой хижине, там, где мы хотим заночевать, на одиноких топах. Надо постараться туда добраться. Я не знаю, доберемся или нет, я не даю гарантий. Тут мы можем реально не вложиться. Но хотя бы немножко, хотя бы до одиноких топий добраться нам по-любому надо, потому что иначе никак. Я бы, конечно, в идеале хотел бы. За эту серию добраться до хижины, но нам надо пройти через этого волка. Тут просто никак. Тут, понимаешь, тут одна дорога. И на этой дороге стоит он. Поэтому у нас нет выбора, нам надо через него пройти. Хочешь ты, не хочешь. Хоть ты упирайся, хоть ты говори, блядь, нет, я не хочу, я не буду играть в эту игру. Ну не играй, блядь, пожалуйста. А я пройду. Тут по-любому. Тут просто нет у нас, нет шансов, нет других путей, нет возможности, нет способа как-то срезать, свернуть, обойти. Просто нет. Поэтому надо уже быть готовыми к тому, что сейчас будет пиздец. И лучше, чтобы этот пиздец был не нам, а ему. Поэтому давайте просто реально сейчас идти. Держать оружие на поготове. И реально целиться. И прям в лобину ему собаки некрещены. В голову прям собаки дикой. Так, чтобы мозги, блин, реально на снег упали. А ну тихо. Так, нахуй. Ааа, вон он, собака, слышь, ходит. Вон он, сука. Подожди у меня. А ну слышь, а может его как-то обмануть? Конечно, все опасно, но. Может как-то отсюда сползти туда? Тут не так вроде и высоко. Просто он будет идти в ту сторону, понимаешь? Пока он сюда будет подниматься, я просто реально сползу сюда. И потом вот так вот выберусь отсюда. Я бы хрен знал, как тут лучше всего придумать. Сейчас пускай он, падла, завернёт, чтобы он меня просто не видел, а? Сволочь, заворачивай давай. А я бы тем временем вот так сейчас. Тихо, 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 тихо. Не падай. Не падай. Твою мать, не падай. Тут же ж не высоко, ну твою ж мать. Во, я тебе говорил. О чём я тебе говорил? И просто двигайся, продолжай движение. Да нахуй ты пошёл от меня, да заебал! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет удача быстро иди туда чувак ну скорее но я тебе очень прошу неужели почему такой медленный блять иди скорее я там волчара уже бежит по твою жопу иди но 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 давай давай еще немножко ну бля ну попы что горный подъем ну посрать но ты же блять за жизнь свою сейчас борешься я знаю он тебя сзади там не оборачивайся он бежит он бежит на сука понял блять нет папа это выдохнул заморожен на один процент а заморожен на один процент мясо бери с него слышь килограммчик хотя бы возьми блять а сколько всего мяса сейчас так у нас этого волка блять смотри три куска еще жалко блин выбор а так я жрать уже хочу надо костер распаливать надо костера сжечь и согреться здесь всякое нормально сейчас пожрать можно и все вот так типа я тебя жрать будут пидор гонялся без мяса остался блять ублюдок так а ну подожди давайте куда-нибудь так три с ним чтобы чтобы ветер не поддувал нас а мне вообще есть еще костер разжигать нет у меня уже веток не осталось не давай давай покер на жратву пошли пока реально до этих одиноких топе доберемся потом уже будем думать что там как жрать что где жарить потому что тут час на этой открытой местности сейчас сюда на труп волка сбегутся остальные волки и они же все падальщики понимаешь они даже своих могут брать и это будет вообще плюс а если еще зеленые придут зеленые тыщу это равносильно самоубийство я чё дурак тут оставаться часть зеленых по выманиваем они на этой локации только и пасутся вот на одинокой топе я зеленых ни одного не видел да и вообще в этой игре ни в одной локации не видел зеленых волку а чё я пишу давай сохранимся то сейчас будет нам я блин вообще просто бдительно счет теряю все вот теперь вот теперь можно реально не бояться что мы эту локацию быстро пройдем потому что там я не помню чтобы волки ходили вот до этого вот места там их уже не было все килограмм с него взял для всего странный килограмм надо блин было перезарядись это сейчас ты нападут надо блин конечно было там и два кило взять он вроде как нормально передвигается но это просто подъем а сейчас мы на равнину выйдем он пойдет как надо как миленький пойдет но кило блин кило как-то жаба давит я оставил там еще сколько три килограмма или два два с половиной короче не помню но много оставил там как-то коробить немножко это все-таки еда все-таки я сам добыл сам сам прикинье сам себе добыл мясо я убил волка я сам себе и красавчик не красавчик а я реально охотником тут стал серьезно я реально могу уже просто поселиться здесь нахуй мне возвращаться в мой город где я там жил там я не знаю я где-то на полярной станции какой-то блин работал странным полярником сидел блин нет постоянно рыбой 1 кормили там пингвинов только максимум отгонял от от своей станции и все больше никого не видел а тут вся жизнь тут понимает у тех хищники тут тебе блин выживание тут ты можешь любой момент умереть тут вещи они заканчиваются тут даже не можешь подмываться потому что вода ледяна и ты раз подмоешься у тебя дырка в заднице заледенеет чем ты будешь срать потом тут просто тебе говорю тут хардкор ты можешь тут реально настолько просто закаленным таким мужиком стать что тебе потом серьезно уже в цивилизации тебя будут спрашивать чувак как ты такой как ты все терпишь как-то ты скажешь да я в рот ебал я он блин был на этом острое великого медведя и меня в принципе я там все устраивало я там приспособился я научился выживать меня жизнь подготовила уже так что вот эти ваши все проблемы что там что-то у вас не получается не можете там себе блять не знаю галстук завязать не можете борщ не хотите есть хотите есть там например блин там не знаю какую-нибудь вермишель блять или блять макароны или чё-нибудь так или кашу какую-то хотите да я блять в этом на этом монстре великого медведя я жрал волков я сырое мясо даже жрал я травился но я жрал у меня иммунитет но я закалился настолько что мне уже попы на всю остальную еду я уже просто я хочу и так медленно иду я не понял я же всего какой-то килограмм мяса взял да чё такое лё это как понимать он дала чё-нибудь созрём меня он уже залежала я говядина чё-то слишком залежала и выпьем воды воду надо будет потом растопить а то как то уже начинает она немножко заканчиваться у меня и чё и все равно он медленно это ж блин странный килограмм мяса скорее всего и поджимает не ну все равно я просто хочу с этой локации скорее выбраться потом уже на скажем на одиноких топах костер распарить там уже мы нормально так волков найдемся по джекте я вообще нахожусь упал вот так я обошел опалзин получается тут я наверное сейчас где-то здесь в принципе не так-то и далеко конечно блин медленно идет собака медленно главное он не замерзает он спать собака хочет он хочет спать он хочет жрать но он не замерзает мне реально тепло прикинь я согретый или мне кажется или наверное вот это просто локация самая теплая это вот железная дорога а вон там уже арочку вижу слышь а как быстро сразу мы карточки пробрались я просто реально решил ну зачем я буду своего передвижения это черепашки снимать на камеру это будет очень долго я потратил на это наверное минут пять поэтому ну пять этих минут мы можем что-то полезное сделать и не смотреть на то как я блин волоку сюда свои кости у меня есть короче гениальная просто идея мы ж можем тут прям вот в тишине тут нету волков тут все спокойно и хорошо мы можем тут распалить костер нормально его поддерживать там всякими дровишками там подтапливать часов так на пять хотя бы и поспать тут в этом спальном мешке реально согреться выспаться и потом с новыми силами пойти уже в эту в одинокую топ только там я не буду тогда идти в хижину этого кого там какого-то старого отшельника блять хуй знает я уже забыл как хижина называлась там у него даже имя было вы поняли просто потому что если я туда пойду я себя знаю я реально туда там понабираю все что там плохо лежит и потом оттуда мы просто не выйдем поэтому сперва давайте мы отдадим все что надо нашему джерма и он нам расскажет что делать дальше может даже направить в эту хижину и сам может даже по сюжету надо будет туда вернуться а если не направит то потом как-нибудь мы туда еще зайдем посмотрим что там ценного полезного вообще есть то есть как бы сейчас не приоритет это хижина мы знаем главное что на там есть и там скорее всего что-то реально ценное лежит но пока давайте просто отоспимся и пока давайте быстренько доберемся до нашего как бы сказать квеста дателя и сдадим ему наконец-то это ружье у меня уже честно говоря поднапрягает эта вся ситуация с ним так давайте вот так вот сделаем сейчас пока тимофеевка луговая кедровые дрова поле дай полена потратим он реально так завешивает сильно поэтому мне она как бы сейчас не встралась где-нибудь я ищу полень этих да буду поэтому давай разводи костер в принципе ветра нет должно быть хорошо должно все получиться камон камон разводи давай хорош молодец пацан красава уже ж уже же сколько раз ты разводил ты уже умеешь это делать уже делаешь это так как не делает никто другой поэтому того днище блять еблан мудак блять пидор блять ты сколько я тебя нету просто по это меня реально опозорил сейчас перед перед всеми перед зрителями блять опозорил почему так сразу нельзя было сделать давай жарим мясо заебал так кедровые подожди два часа у нас пока есть кедровые дрова давай подкинем немножко три часа четыре часа маловато конечно часов ядром у нас тоже почти не осталось смотри как стемнело ты смотри обосраться аж страшно давай пока бы ринька наверное мясо пожарим а его у нас быстром доступе то и нет давай тогда выберем так и вот так ой не ешь не ешь ты чё положи его рож хорош так приготовили это можно в принципе хавать смотри как он сразу им наедается надо было даже один приготовить два ему жирно смотри два он вообще пережрал даже это капец надо было один всего приготовить не обхватило метельчик начинается слышь так у нас два часа тут ровно да нет три часа получается два пятьдесят четыре давай пока наверное что сделаем давай наверно храпанем часа два пока что раскладываясь и мешок храпанем два часа пока ой не поднимаю блин дурак так раскладываю на два часа давай все спим сейчас наберемся немного здоровья это уже хорошо вот чуть-чуть так будем типа просыпаться смотреть по что надо просыпаться надо бдительным быть если в мешке спишь возле костра на улице то ты должен постоянно просыпаться и смотреть чтоб волки не пришли так и я буду прям как реализм это же реализм и мы в рву в роли уже настолько в жили что реально будем постоянно просыпаться а теперь я хочу знаю что я хочу растопить себе воду надо баночка а где банка баночка вот здесь так топи себе нормально воды счет он только пол-литра топит а в баночку наверно больше не влазит готовь жди до готовности еще жди забирай так еще топи 19 минут готовить а когда уголь можно будет под подбрасывать я вот это не понял давай наверно дождемся пока немножко костер так это начнет пухнуть подбросим угля потом будем опять топить снег зато у меня теперь есть пушка правда я нихуя не вижу здесь но она у меня есть и это дает чувство уверенности в завтрашнем дне уверенности что я хоть куда-то здесь до дойду я и в прошлый раз был уверен даже когда пушки не было у меня это я так просто я и так дошел смотри я дошел я столько серий без пушки ходил и ничего как-то жил ну конечно же хорошо когда она все-таки есть чё он не догорает уже должны нормально тухнуть дрова и я должен уголь подкидывать когда это случится сейчас наверно да именно сейчас слишком ветрено для поддержания огня говорит в смысле ветрено вот этого сейчас вообще не хватало ело я бросай он них он не поддерживает огонь ветер ты охерел что ли нет когда ты ты как нашел когда дуть подбрасывай уголь ты чё делаешь так делать у меня сейчас костер потухнет а я даже воду не растопил семнадцать минут для закипать так я сейчас замерзну здесь слышь я такими темпами подними ты баночку блять все костер догорел я даже не выспался ни хера зато я пожрал я нормально наелся я могу идти дальше в принципе подымай подымай только нам надо теперь очень прям в темпе валить надо в таком темпе валить что это просто а как я там на тупях то продержусь как я там вообще собираюсь продержаться там же волки ходят и здоровье я себе особо не восстановил ну так чтобы прям быть уверенным что меня с первой выпрыжки не загрызут три стрелочки вниз идет народ а может хоть на топах не так будет страшно слышь может там спокойнее я все-таки сейчас через туннель пройду и там что-то наверное новое будет нет хер бы знал ооо ребята одинокая топ приехали давайте на этом пока серию закончим ну его в жопу потому что мне кажется сейчас мы будем тут просто из нее час целый выходить мало того что темно никуда не видно еще метель в глаза метет и волки там где то шляются я же видел там два или три там точно есть полюбасу я не короче ребята ветер не вовремя совсем погода не издевается надо мной не любит нас вообще капец все я отдышусь и следующую серию постараюсь как-нибудь быстренько за следующую серию я хочу просто быстро пройти одинокую топ прямо так вот напрямик будет волк пристрелим постараемся может еще по мясо у него заберем нормально так потому что мы наелись хорошо еще два кила можно себе пополнить плюс хочу за следующую серию таки добраться до джерема и уже потом начинать уже спа за следующую с от получается следующего задания которое он нам поручит а поэтому подписывайтесь ставьте пальцы вверх кому понравилось если вы этого еще не сделали с вами был морган всем удачи всем до новых встреч всем пока пока